Коммунальные проблемы обостряются традиционно осенью в сезон дождей, зимой с наступлением морозов и весной с таянием снега. Но у жильцов дома номер 14 по улице Коммунальной на станции Чуприяновка Калининского района дожди дома круглый год. Причина тому повреждение крыши. Обращения к чиновникам и многочисленные жалобы во всевозможные инстанции превратились в хождение по мукам. Почему невозможно добиться капремонта кровали, расскажем в следующем материале выпуска. Каждый день утром начинается далеко не с кофе, а именно с одной процедуры, которая неприятная. Сейчас я продемонстрирую, как все происходит. Жильцы двухэтажки по улице Коммунальная на станции Чуприяновка приходу тепла совсем не рады. Ведь весенние ручьи журчат не во дворе под окнами, а дома над головами. И это, седует Анна Ефременко, еще немного воды. Обычно картина куда эпичнее. Это видео, снятое в дни недавней оттепели, Анна прислала в нашу редакцию. Слив воды с натяжного потолка. Что происходит? Когда талой воде становится тесно на натяжном потолке, она вытекает на свет Божий ручьем через отверстие для ламп. Жильцы вторых этажей опасаются, что жилплощадь станет местом для сражения не только с водной, но и с огненной стихией. Ведь в любой момент может замкнуть проводку и произойти пожар. Едва не случилось беды в квартире отца двух маленьких ребятишек Ивана Суворова. Замкнула проводка вот именно на этой стене. Пришлось мне делать наружную проводку. Вот видите, всю пришлось полностью делать на новую. Как-то вот так. У меня ребенок маленький. Я участника своего. Хочу, чтобы у меня ребенок в нормальных условиях жил. Соседи Ивана – многодетная семья. У них также течет. Стены в плесени. Сейчас мужчина готовится к очередной командировке и волнуется за близких. Я вот сейчас приехал в отпуск на данный момент. Уезжаю обратно. И хочу, чтобы, естественно, мой ребенок находился в нормальных условиях. Чтобы ни вот этой плесени не было. Все-таки маленький ребенок. Дома постоянно сырость. И каждый год делать ремонт, извините, тоже это все, естественно, упирается в финансы. Снаружи здание покрыто серыми пятнами. Над козырьком осыпается кладка. Анна вспоминает. Это мокрое дело началось четыре года назад, когда ураганный ветер повредил кровлю. Тогда жильцы обратились в администрацию Щербининского сельского поселения, где их переадресовали в управляющую компанию, которая вроде как должна устранить проблему. Проблема не решена. Суд мы выиграли. Компанию жилищник обязали провести ремонт крыши. Мало того, что решение суда не выполнено. Управляющая компания официальным письмом уведомила нас, жильцов, что с 1 августа 2022 года она не намерена продлевать договор по обслуживанию и ремонту общего имущества дома. Вердикт управляющей компании, по словам жителей дома, был прост. Смысла в ремонте крыши нет. Он ситуации не изменит. Крыша находится в аварийном состоянии. И акт технического обследования подтверждает эту действительность. Кстати, акт подписан также главой сельского поселения. С тех пор дом никто не обслуживает. По словам Анны, найти другое УК не получилось, так как объект финансово невыгоден. Дом 1976 года постройки. Капремонта не было. Мало жильцов. Сборы платежей низкие. Об этом граждане сообщили главе сельского поселения Александру Симакову. Должностной регламент обязывает. Он обязан был уже давным-давно или найти нам обслуживающую компанию, или выставить дом на конкурсные торги. Это сделано не было. Глава поселка Александр Симаков резюмировал ситуацию так. От УК отказались сами жильцы. Хотя текущий ремонт помог бы временно решить проблему. А собственники обратились в фонд капремонта, чтобы сдвинуть сроки работ с 2038 года на текущий. Однако там ответили, что действовать надо через власти поселения. Но на ближайшие три года объекты уже выбраны. Денежный фонд в Чуприяновке один, а домов много сетует Симаков. Но если выяснится, что ситуация действительно серьезная, то он гораст прийти на помощь. Вместе мы будем рассматривать вопрос о подготовке проектной документации и выполнении работы не в рамках программы по капитальному ремонту крыши. Просто элементарно написать заявление, мы вместе посмотрим. Должен прийти профессионал обследовать крышу, сказать, вот здесь вот это, вот здесь вот это. Исходя из того, что скажут, либо категорически острая нужда делать капитальный ремонт, либо текущий ремонт. То есть надо понять и предмет проблемы. На сегодняшний день я его не вижу. Глава поселения вроде бы готов к диалогу с жителями, а также помочь и с управляющей компанией. Но это пока лишь намерение. Еще он рекомендовал контролировать исполнение решений суда в отношении управляющей компании. А вот собирается та исполнять его или нет, тайна покрытая мраком. Как пояснили в организации, руководитель УК очень сильно занят. На месте его не бывает. Так или иначе, судебное решение должно быть исполнено. В противном случае жильцам необходимо писать новые обращения уже к судебным приставам. В свою очередь мы будем следить за ходом событий и расскажем о том, как разрешится эта мокрая история.